МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас приближается ужин. Временем полседьмого, через полчасика, как всегда перед ужином, мы идем на детскую площадку ужина. Помывшись, собравшись. Сейчас немножечко с вами погуляем на детской площадке, а пойдем посмотрим сегодня, чем нас будут кормить на ужин. А вы помещили? Не знаю. В общем, смотрите, сегодня какой-то, видимо, праздник. Мы кругом флаги на ужин. И, в общем, сейчас с вами все рассмотрим, что у нас будет поподробнее. Вот это вот мне сейчас рассказали, что какая-то острая штука турецкая, она очень-очень вкусная, вот поэтому за ней такая очередь устраивается. Мы сейчас ее попробуем. Смотрите, как аэроплан наверху кружится надушно. В общем, такая музыка классная играет. И сегодня много всяких вкусняшек. В общем, готовят вот такую вот шаурму. Смотрите, какая классная. Прям стоит такой шпан. И с одной стороны, и с другой стороны нарезают. И очень вкусные равиоли. Я в прошлый раз пробовала, мне очень понравились. Действительно, реально вкусные. Ну, сейчас только начало ужина, поэтому вот, смотрите, ну, где-то по 4 человека очереди со всем этим делом. А вот здесь тоже на улице что-то интересное готовят. Сейчас мы с вами посмотрим, что. Здесь вот такие вот котлетки гриб готовят. И что-то такое тоже турецкое. Вот здесь же очень много турков отдыхают. И что-то типа кускуса, что ли. Не знаю, что надо подойти посмотреть. Мне еще так это... Чтобы людей особо не стесняюсь. В общем, что-то такое типа красного риса какого-то. Надо взять сейчас попробовать и вам рассказать, что это такое. Прямо такое вот ощущение праздника. Ходишь красиво так, празднично. А здесь вот эти вот шарики. Они очень вкусные. Их можно вот с сахарной пудрой есть. Причем вот эта вот сахарная пудра с корицей она вкусная. Видите, вот так вот все это жарится. И потом вот получаются вот такие классные шарики. Сейчас попробуем. Вкусно? А сегодня праздник какой-то? Нормально. Что сегодня? Нет. Нету праздника? Просто так, да? Так, ну сейчас возьмем попробуем. В общем, оказывается, как мне рассказали, сегодня турецкий день. Вот здесь, наверное, поэтому а-ля карты нет. Здесь, знаете, как вот для всех. Турецкий день, рыбный день, там вот как итальянский день, когда паста бывает. Кстати, мы были, а я не поняла. И вот сейчас, видите, очередь за всеми блюдами. Все хотят попробовать. Довольно-таки интересно. А здесь сидят музыканты, вживую поют. Вот, видите, прям сидят. На гуслях играют, на балалайках. Красиво поют. Здорово. Так. А вот это вот, оказывается, вот здесь тоже есть. Вот так вот называется. Не знаю, что это такое, не понимаю. Очень сложно определиться на ужин, что ты хочешь покушать. Потому что очень большое разнообразие. Вот видите, везде вот эта вот линия раздачи, и везде что-то готовят. А есть, есть еще вот такой вот какой-то коричневый рис. Я не знаю, что здесь написано. Рис, биф, бивер эндс, пайс, что ли. Не знаю, в общем. Надо попробовать, что это такое сейчас. Все такое необычное. В общем, большой выбор для деток. Для деток у нас сосиски, большой выбор. И макарошки, то, что детки очень любят. Детей накормить можно на любой вкус. И мужчин тоже, потому что много мяса самого разного. Вот здесь какие-то оладушки пекут. В ужин делают потрясающе вкусные лепешки. Дюзлеме. Вот на этой печке. Можно с мясом, можно с сыром. Очень вкусные получаются лепешечки. Здесь тоже всегда пекут разные лепешечки. С мясом, со шпинатом. Ну, а я пойду немножко в очереди, постою. Уж очень мне понравились вот эти равиольки вкусные. Сейчас с вами поделюсь своими впечатлениями. Здесь тоже вот таких вот два больших чана. Вот с этими блюдами. Не знаю, что это за блюдо. Сейчас будем с вами вместе пробовать. В общем, так вроде бы на ужин пришел. А такое ощущение, что на праздник какой-то попал. И вот я смотрю, равиоли, они пользуются популярностью. Многие хотят попробовать, что это такое. Так, дорогие друзья, ужин. В общем, набрала на ужин кучу всего. Сейчас все попробую, вам все расскажу. В общем, турецкий ужин сегодня у нас. Вот это вот что-то прям вот берут с превеликим удовольствием. Какое-то острое. Вот это вот какие-то овощные оладушки. Вот это не знаю что. Сейчас с вами вместе попробуем. И равиоли. Они поливают, ну, типа йогурта, наверное, и какой-то красный там еще соус. Не знаю, что за красный соус. В общем, посмотрим. Ну, Вану, как всегда, у меня с сосисками сидит, что я могу сказать. И он хочет попробовать вот эти шарики, которые делают на улице. Так, ну что, будем пробовать всего и потихоньку, и понемножку. Сперва начнем с этих вот каких-то блинчиков, которые овощные блинчики. Знаете, как вкусно. Там и тесто какое-то, и изюм, и морковка. В общем, не знаю, что еще. Но это реально очень вкусно. Мам, мама же, по-моему, любит острое, по-моему. Я острое, кстати, очень люблю. Мам, мам, покажи мне. Я это показывала. Я сейчас это все покажу. Дело в том, что с Ваней когда раз был забавный случай. Папа говорит, там, ну, мой отец спрашивает у Вани, ты там что-то будешь, но только это острое. А Ваня говорит, а как острое, вы же поранитесь. То есть, ну, он не понимал значение слова «острое». Ну, сейчас попробуем вот эту вот штучку. Ее набирают все с салатом. В общем, ну, что-то типа перца, наверное, соль. Все. Скорее. Ну, я бы не сказала, что это что-то очень сильно перченое. Перча еще набить? Острое, да. А, ну вот послевкусие потом жжет. Действительно. В общем, это перец с чем-то, не знаю с чем. И взяла вот такой вот какой-то темный рис. Попробуйте. Он, похоже, что с корицей. Это рис с корицей и с изюмом. Это, видимо, тоже национальное турецкое блюдо. Так. Ну, в общем, что еще для меня неизведанное, это вот это. Ну, вот похоже, как-то когда-то я готовила давно, что это типа кускус там. Может быть, это он и есть. Ну, да, какая-то крупа. Непонятно, какая крупа. Ну, в общем, из всего, из этого больше всего на данный момент мне понравились очень оладушки вкусные. и попробуем сейчас вот эти вот равиольки. Что они из себя представляют. Ммм, это вкусно. Ммм, я показать просто. В общем, ну, равиоли – это, как говорите, наше плюбение. Только там очень-очень мало мяса и такое твердое тесто, вот как у макарон. Вот кто любит макароны, это вообще вот такое самое оно. Ну, а Ваня сейчас попробует шарики с корицей и расскажет нам, насколько они вкусные. Мне вот из всего этого ассортимента вот эти вот оладьи, они просто потрясающие. Здесь и изюм, и, в общем, куча какой-то зеленюшки всякой. Ну, в общем, очень вкусные. Ну, а Ваня попробует вот это какое-то турецко-национальное, так понимаю, блюдо, да? Ну, сейчас попробую, что же. Ну, давай, а Ваня сейчас расскажет. Они с медом, по-моему, да, Вань? Ну-ка. Ну, ты расскажи. Во-первых, ты чаем запивай, а во-вторых, расскажи, что там такое вообще в составе и что тебе нравится, что они сладкие, они с корицей сверху. Можно, можно? Ау. Они вот тут вот твердые, внутри... Мягкие? Внутри, да, мягкие и карамель очень вкусная. А, и сверху карамель получается? Ну, это сверху, наверное, медовая карамель, скорее всего, Вань. Да, это мед. Да? И тебе понравилось? Ну, мам, подожди, мне не успешно, конечно. А ты... Мне еще 2000 Сентида Зайнеп такое мне еще понравилось. А, ты там пробовал, и тебе понравились. Ну, кстати, в Сентида Зайнеп постоянно на каждый ужин, когда мы были, были такие шарики. А здесь вот их, видите, сегодня турецкий день, и на турецкий день вот их делают. Ну, для ребятишек, конечно, вообще здорово. Да? Ну, запивай, запивай, не давись. Еще хочешь сказать что-то? Ну, не спеши, я подожду. Давай. Ну? Они еще холодные уже. А, они уже остыли. Ну, холодные они вкуснее, чем теплые? Нет, теплые. А, когда тепленькие вкуснее. Ну, в общем, вот такой у нас у меня замечательный ужин. Вообще все потрясающе вкусно. И вообще вот ребята говорят, что еще обычно, вот они неделю назад здесь были, и выносили еще торт красивый. Подождем тортик. Кстати, кто-то меня спросил, как одеваются на ужин люди. Люди одеваются очень просто. Так как здесь очень жарко, то, соответственно, основная форма одежды – это шорты, футболка, либо майка. У кого-то сарафаны. В вечерних платьях никто не идет на ужин, потому что, опять-таки, жарко. Вот я вам показываю. Видите, основная форма одежды – шорты. Так, а я иду сегодня к десертам. Давайте посмотрим поближе. Финики. Это, в общем, сегодня все турецкие, вот такие вот всякие кишняшки. А здесь вот обычные наши европейские. И в Турции оно вот все такое вот какое-то пропитано какими-то сиропчиками. И, смотрите, обязательно курага. Какая красота. Вот это вот не знаю, что такое. В общем, такие барабаны раздались. И несут вот там что-то. По-моему, это торт местный. Идут повара. И, знаете, так, видимо, чтобы все успели сориентироваться, сразу толпа народу за ним идет. Что-то несут на таких вот, смотрите, носилках. Что-то непонятное. С национальным флагом, с барабанами. Торжественно. Торжественно. Сейчас он... Ой, боже, боже. Как громко. Здесь, смотрите, зажбли огней и вверх. Все это так помпезно. В национальных костюмах девушки идут. И куда-то все это несут. А кто-то, смотрите, уже с тарелками сразу идут уже за этим тортом. Смотрите, это все настолько торжественно обставлено, что за ними сразу уже хвост, очередь. И все хотят это попробовать. Что сейчас будет происходить? А, это, наверное, тоже... Какие стаканчики? Это, наверное, сейчас тоже фейверк будет. И, наверное, вот здесь сейчас это все будут раздавать, скорее всего. Надо подсуетиться тоже, взять тарелочку и подождать. Потому что главный аниматор сидит уже с зажигалкой, ждет сейчас, чтобы это зажечь. Чтобы торжественно тут попробовать то, что сейчас принесут сюда. Смотрите, сколько. Потому что у меня на ужин у людей. Очень много. И люди такие, вот смотрите, все все снимают, потому что, ну, такой вот реально праздник устроили. Тут турецкий день. Рыбный был без такой помпезности. Смотрите, вот он, видите, главный повар идет. Все, турец как раз сюда привезли. Зажгли вот эти вот эти огни. И вот как раз я правильно пристроилась к этому столу. Дети с тарелками. Смотрите, такой реально праздник. Вот оно, вот это чудо. В общем, раздатя будет с этой стороны проходить. О, это какой-то такой десерт, похожий больше на мороженое, по-моему. По-моему, внутри мороженое разное. И сколько желающих смотреть, сколько лучше этот десерт. Ковар только успевает раскладывать. Такое ощущение, что сладости все год не ели. О, это какой-то такой десерт. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть помнит бренное пузо, но я попробую это мороженое Это просто обычное шоколадное мороженое Вкусное Но то с таким действом было обставлено Даже если не хочешь, то ты попробуешь Потому что это все настолько интересно Я, честно говоря, первый раз в отеле попадаю на такие тематические вечера Чтобы целое представление разворачивалось Замечательно В общем, слушайте, если я так сгорела Кому-то может показаться жизнь пакетного туриста очень скучной Но я хочу сказать, что после города, после большого города Ты, наоборот, здесь кайфуешь Кайфуешь, что тебе ничего не нужно делать Что все за тебя делают Что все за тебя убирают Тебя очень вкусно кормят Поят Развлекают целый день Такая замечательная Кругом атмосфера Доброжелательности Никто тебя не напрягает Никто к тебе в рот не заглядывает Никто за тобой не смотрит Смотрите, какие классные здесь пуфики на территории Можно вот сейчас, допустим, кто хочет Рядом с пальмочкой Полежать вот на этих пуфиках Полюбоваться на бассейн Можно, видите, вот здесь вот ресторан Получается Все кушают Смотрят на бассейн И вот там вот вдалеке море, где пальмочки И я так думаю, мы, наверное, давайте сегодня закончим этот влог на море Немножечко покажу вам там волны И хочу сказать, что Мне кажется, отдых в Турции он ни с чем не сравним В плане сервиса Что за вас уже обо всем подумали Мне многие пишут Лена, почему ты там не хочешь в Грецию? Крит У меня, допустим, подружка Они каждый год ездят с семьей в Грецию Они берут там машину на прокат У них отдых Они там берут, ну, какую-нибудь удаленную гостиницу Чтоб не очень дорого было И там в разных кафешках Путешествуют на машине Смотрят весь остров Не знаю, мне здесь развлечений хватает Есть какие-то всякие театрализованные шоу Ну и вообще, в принципе, в целом Ты наплавался, накупался за целый день Отдых не такой большой Всего 8 дней И за эти дни Единственное, чего не хватает Это каких-то торговых улочек Ну вот, что есть, то есть Вечером можно было бы где-нибудь походить Что-нибудь посмотреть Но нужно либо на автобусе ехать Либо на такси Но на такси не дешево Это 10 долларов в одну сторону за 5 минут 10 долларов, сами считайте, 600 рублей У нас в Зеленограде такси стоит 120 рублей И ты можешь 20 минут или 30 ездить Ну там 130, максимум 150 А здесь я считаю, что дороговато Ладно, давайте сейчас с вами дойдем до моря Дети у нас, дети Ну мы познакомились с семейной парой И они сейчас, два наших ребятенка Пошли в мини-клуб вместе с папой Ну а мы с вами сейчас полюбуемся на вечернем море Уже закат прошел Что-то там впереди какой-то кораблик моргающий Так вот выглядит пляж вечером Можно просто полежать на лежаках Послушать шум моря Кто-то мячик забыл Посмотрите, сколько у нас растительности на территории Какое количество пальм Ну в общем-то территория очень зеленая Была более зеленая территория Только в одном отеле Уусой в Кимере находится Ну не в Кимере, а Гейнюк или Гайнюк Как правильно произносится Вот там тоже были такие же пальмы И вот здесь прям территория Мне очень понравилась По степени озеленения очень красивая Ну и вот оно Вечернее море Ночь, улица, фонарь Фонарики, лавочки Я вчера здесь сидела, прям кайфовала на лавочке Пока Ваня у меня там в детском клубе бесился А я, знаете, подумать о чем-нибудь Посидеть, порассуждать На море Ой, посмотреть Этим воздухом подышать В общем Замечательно Кстати Кто меня спрашивал про живность каких-то Про комаров Там всяких таракашек, букашек Видели мы семью муравьев В номере Но Что-то быстрым там посыпали, убрали их Есть комарики Но их очень мало И они такие какие-то дохленькие Напитки в баре, видите Сиропчики разные И Бейковые напитки Все типа мартини Да, розовое вино Можно, пожалуйста Типа Бейлис, огоньяк Водка местная Ром местный Все местные Все напитки местные Спасибо Вечером все в путь идет Пиво И даже пакетированные соки появились И бармены очень-очень быстро работают Смотрите Моментально Очереди не собираются Это такая зажигательная вечерняя программа И еще раз прошу обратить внимание на одежду людей Сядь это очень просто Не надо париться вообще Шорты, майки, футболки Самая оптимальная одежда для отдыха Дети катаются То, про что я вам говорила На качелях активно На горках Очень много пространства чем заняться Родители пляшут Некоторые сидят в планшете Но времени уже много И надо идти домой А вообще, ребята, хочу сказать, что отдых это чудесно Это такой кайф ты получаешь Такое наслаждение От моря От общения со своими близкими В общем, от атмосферы, которая здесь царит В общем, от всего Сами понимаете, что отдых это прекрасно Ну, а я думаю, что вы хотя бы немножечко Чуть-чуть сегодня окунулись в ту атмосферу праздника Которая была у нас на территории Апдейда Спасибо огромное, что вы смотрели меня Весь наш отпуск Не знаю, может быть, завтра поснимаю кокрие Может быть, не буду Посмотрим, как получится Потому что у нас остался один-единственный день И отпуск заканчивается И это очень-очень жаль Потому что хочется, чтобы праздник продолжался Вот и вам я желаю, чтобы у вас всегда продолжался праздник Было хорошее настроение И, как всегда, увидимся с вами в Москве Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok